привет парни сюда одно такое представление привет парни в общем привет всем кто смотрит это видео сегодня у нас как вы уже поняли снова борщ вот я немножко под заболел но про машинку не забываю так вот они остаточки я их подогрел с прошлого раза сейчас основную банку разогреваю потому что как я прошлом видео уже говорил все присадки там концентрат и все остальное все на дне поэтому надо размешать вообще как бы густеет хорошо застывает тоже хорошо уже проверено вообще очень хорошая такая смесь от это антикоррозийная довольно таки ну качественно короче сделано тут все поэтому не надо заморачиваться там мешать что-то выдумывать все уже придумано для вас купили готовую банку разогрели помазали забыли вот и все так как погода у нас уже портится осень скоро зима хочу сейчас еще днище обработать ну в принципе вот видно до банка 4 килограммов а на салон у меня ушло где-то треть сейчас основная задача от передних лонжеронов точнее от моторного щита и до конца машины до задних колес где балка находится обработать хватит вот этой смеси или нет точно не могу сказать буду мазать в один слой так как в принципе у меня машина обработана но обновить скажем так не мешало потому что в общем надо это делать это же вас поэтому вы сами это все понимаете прекрасно если вдруг кто не видел такая вот баночка сейчас разогреется вылью в ту банку где-то половинку что половина маленькой баночки было чтобы удобнее было наносить вот наносить буду кисточкой думал валик взять но что мне кажется что в алексина быстро устанет поэтому разводить буду точнее разводить разогревать до состояния краски чтобы было вообще жидкая жидкая как показывает практика очень хорошо ложится вот именно в таком состоянии быстро застывает не знаю чем это связано но в общем то для этого дела за вот такую кисточку обычном строительном магазине она дешевле будет чем на автобазаре и взял вот такие вот перчатки вообще покупаю медицинские но эти вроде бы потолще той цена в принципе 3 гривны это не о чем так как в таких перчатках вот все равно мастика прослаивается проступает через эту резину и руки у вас пачкаются поэтому если хотите защитить свои руки покупать вот такие перчатки ну и конечно головной убор какой-нибудь там ну скажем так какой вам нравится бейсболки кепки короче без разницы а наш у вас устраивало в общем принципе да к это разогрелась сейчас я со дна подыму все эти полезные компоненты не забываем что это у нас борщ значит там на дне у нас картошечка лучок что там еще морковка капустка сейчас это все дело надо наверх поднять шпана единой массы стала размешалась вот и перелем в ту баночку доведем до состояния красочки сейчас на еще дровишек подкинуть вот и будем мазать днище в каком состоянии у нас сейчас днище пробовал заснять надо вот кстати что-то сейчас со светом придумать более вот это я замазал то что отверстие от этих дренажные салона резиночки от этих которые поменял вот ну в принципе как бы не думаю видно на состоянии более чем удовлетворительно вот но я настолько вот щепетильный к этим моментом вот самое главное что лонжероны у нас целые а это как бы несущая часть двигателя у двигателя соль кузова самое главное чтобы они были целы все остальное это все варится меняется ну а самая трудоемкая и дорогостоящая замена лонжерона поэтому в целом конечно надо относиться ко всему скажем так со вниманием но вот лонжероны это конечно самое 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 поэтому лонжерона в принципе мне в хорошем состоянии не радует десятилетняя машина как сами понимаете но требуют конечно требует внимание ну в общем вот так парни полез я точнее полез вылез сейчас займусь приготовлением и буду мазать ладно не переключаемся